Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 36 по 43. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время Оно, пришедшу Иисусу в дом, и приступиши к Нему ученицы Его глаголюще, скажи нам притчу плевел сильных. Он же отвечав речей им, «Сеевы и доброе семя есть сын человеческий, а село есть мир. Доброе же семя сии суть сынови царствия, а плевелы суть сынови неприязнений. А враг всеевы их есть диавол, а жатва кончина века есть, а жатили ангели суть. Яко же оба собирают плевелы и огнем сожигают, так а будет скончание века сего. Последь сын человеческий ангелы своя и соберут от царствия Его вся соблазна и творящая беззаконие. И вергут их в пещ огнену, то будет плач и скрежет зубом. Тогда праведницы просветятся, яко солнце в царствии отца их. Имеи уши слышать и дослышит». Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. «В то время, когда пришел Иисус в дом, приступив к Нему, ученики Его сказали «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, а поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, дослышит». После того, как Господь отпустил народ, ученики Его приступили к Нему с просьбой разъяснить притчу о плевелах. Две прошлые притчи о горчичном зерне и закваске были понятны ученикам, как более ясные. Эта же притча имела страшную угрозу относительно кончины, что и смущало апостолов. Тогда Господь изъяснил смысл притчи в следующих словах. «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». Смысл притчи предельно ясен. Ученики же Христовы ожидали, что с пришествием Господа в мир наступит суд и завершится противостояние между добром и злом. Тогда же, по их мнению, совершится и полное разделение, и судьбы сынов царствия и сынов лукавого совершенно определятся. Спаситель же говорит о том, что все это будет лишь при кончине века. Ефимий Зигабен поясняет, «Сынами царствия называются заблюдающие правую веру, так как они посеяны Царем Христом, чтобы произрастить добродетель, и должны будут наследовать его царство. Сыны же лукавого – еретики, так как они посеяны дьяволом, чтобы произрастить зло, и должны равным же образом наследовать уготованный ему огонь». Говоря о наказании, ожидающем сынов лукавого, Спаситель указывает, «Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Сожжение в огненной печи было известно слушателям Христа из книг Ветхого Завета. Так Иуда, сын Иакова, осудил на сожжение свою невестку Фомарь. «Давид бросил в обжигательные печи покоренных им жителей города Раввы». Навуходоносор велел бросить в раскаленную огнем печь Анания, Месаила и Азария, не поклонившихся золотому истукану. Борис Ильич Гладков отмечает, «Вообще у народов Востока сожжение живьем было одним из обыкновенных способов смертной казни, и казнь такая была самой ужасной и мучительной. Поэтому Господь, говоря о страшном наказании грешников в будущей вечной жизни и желая наглядно представить своим слушателям их судьбу, указал на казнь в огненной печи, как на некоторое подобие того, что их ожидает, если они не покаются и не возродятся к новой жизни». Но как становится понятно и слов Спасителя? Он не трогает до времени плевелы, являя свое бесконечное милосердие и не позволяя истребить еретиков, чтобы вместе с ними не пострадали и не были уничтожены и те, кто оправдаются через покаяние. Блаженный Феофилакт пишет, что должно было сказать, то сказано выше. Ибо мы сказали, что здесь идет речь о ересе, которым позволено быть до конца мира. Если мы будем убивать и истреблять еретиков, поднимутся раздоры и войны, а при раздорах и многие из верных может быть погибнут. Но и Павел, и разбойник были плевелами, прежде чем уверовать. Но они не были истеблены в то время ради имеющей произрасти в них пшеницы, ибо в последующее время они принесли Богу плод, а плевелы пожгли огнем Святого Духа и пылом своей души. Что же касается праведников, то Господь указывает, что они воссияют, как солнце в царстве Отца их. Так как солнце кажется нам сияющим ярче всех звезд, Господь сравнивает славу праведников именно с ним. Блаженный Иероним Стридонский замечает, в настоящей жизни свет святых сияет пред лицом людей, а после кончины мира праведники просияют, как солнце в царстве Отца Своего. Строки сегодняшнего евангельского чтения повествуют о тех мучениях, которые ожидают нераскаянных грешников и той блаженной участи, которая ожидает верных Богу и исполняющих Его волю. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что каждому человеку Господь предоставляет возможность покаяться и спасти свою душу. Для этого нужно лишь возрастить в сердце зерно Духа, которое Божественный Сиятель посеял в нас крещением и евангельским учением. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Господи! Сиятель 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 Сиал